Друзья, всем привет! Сегодня мы будем говорить о проекте B2B Jewelry. Расскажу вкратце, что это такое, если вы не знаете. Также расскажу, что сейчас происходит на данный момент и что я думаю по этому поводу. Поэтому начинаем! Давайте вкратце расскажу, что это такое. B2B Jewelry – это сеть юбидерных магазинов, которые возвращают тебе деньги за то, что ты покупаешь у них юбидерные изделия. Также ты можешь купить сертификат и получать проценты побольше. Насколько я помню, последний сертификат ты мог купить под 8% в неделю. То есть инвестируешь 1000 гривен, предположим, и в месяц получаешь 8%. Неплохо как, неплохо. Я уже снимал по этому поводу несколько месяцев назад видеоролик и рассказывал, что очень многим людям не доносят всей информации. То есть не рассказывают о рисках в этом проекте. Но об этом попозже. Сейчас, на данный момент, в проекте B2B карантин. Это не странно, потому что у множества магазинов сейчас карантин. Люди сидят дома, потому что сейчас коронавирус. И это весомая причина, чтобы уйти на такой карантин. Также выплат нету. И ты в данный момент ничего не можешь купить там. Но сегодня посмотрел интервью, где основатель сказал, что вы онлайн можете обменять свои сертификаты на ювелирные изделия. И если вы участвуете в B2B, то вы прекрасно должны знать, что там очень неплохая такая наценка. То есть два-три раза там идет наценка на ювелирные изделия. И то, что сейчас эпидемия коронавируса, я думаю, это даже на руку основателям B2B Diary. Потому что, как я уже рассказывал, закрыться он должен был. Но когда, это был вопрос времени. Я думал, что приблизительно летом. Но вот наступил коронавирус, и я лично считаю, что это уже пришел конец проекту B2B Diary. Я считаю, что последние 3-4 месяца это были золотые месяца проекта B2B Diary. Потому что шел жесткий кач, люди инвестировали, присоединялись. Также открывалось очень-очень много магазинов. И развитие шло на ура. Но пришел коронавирус, все прикрыли. Ну, так произошло, так произошло. И я думаю, что вот после этой эпидемии основатели захотят, так скажем, возродить проект. Но лично мое мнение, я думаю, что у них уже не получится. Не получится, я думаю, они будут предлагать там проценты побольше. Лишь бы люди там реинвестировали, либо же инвестировали опять новые. Возможно, месяц-два они еще после этого поработают. И уже окончательно прикроют свою лавочку. Ну, повторюсь, это лично мое мнение. Также многие люди считали, что этот проект вечный. Будет работать еще лет 10, как минимум. И они подкрепляли это тем, что есть наземный бизнес. То есть строятся магазины. И мы можем все это увидеть, пощупать, потрогать. И это залог успеха. И посмотрите, что происходит сейчас в Казахстане. Закрыли магазин, сняли вывеску. Вывезли всю ювелирку. И даже подали в суд то ли на конту, то ли на сам магазин B2B Jewelry. Это ответ тем людям, кто считали, что наземный бизнес это залог 100% успеха. Ну, и как я уже говорил, на данный момент люди могут обменять сертификаты свои на серебро. Им по почте отправят серебро там, либо золото. И я считаю, что это немного разгрузит их систему. И они могут еще немножко поработать даже дольше. Потому что очень много людей обменяют сертификаты. То есть пассивный доход выплачивать многим уже не надо будет. И это может немного еще продлить жизнь проекту. Но я думаю, что скам не за горами. И повторюсь, что это лично мое мнение. Если у вас есть свои версии, либо свои какие-то догадки, то обязательно пишите в комментариях. Если честно, я искренне рад за тех людей, которые заходили на самом старте в проект. Они хорошо заработали. Если они еще и работали активно, они еще больше заработали. Я искренне жалко тех, кто зашли совсем недавно. Вот перед той эпидемией, либо там 4-5 месяцев назад, люди, наверное, даже большая часть не вышла даже без убыток. И этим людям не рассказали о всех рисках. И помашу пальцем тем людям, которые не рассказывали людям о рисках в этом проекте. Потому что очень много мне пишут, заходи в B2B, заходи, брат. Рисков нету, это же наземный бизнес, о чем вы говорили ранее. И вот поэтому я практически в каждом видеоролике, где рассказываю о доработке, говорю, что есть риски, кто бы это ни было. Банк, либо же тот самый B2B, риски есть везде. Лично я считаю, что это конец проекта B2B Jewelry. Возможно, проработает еще 2-3 месяца. Но я думаю, что это уже все. Также я уважаю каждого, кто проинвестировал в B2B, либо там в какой-то другой проект. Мы с вами, так можно сказать, коллеги. Потому что я считаю, что каждый человек, который пошел в инвестирование, он уже смотрит как-то в будущее и видит здесь перспективы. То есть мы с вами в какой-то мере коллеги. Ну и если каким-то образом я прав и проект совсем скоро закроется, я хочу, чтобы вы ни в коем случае не расстраивались. В интернете есть очень много возможностей, где можно нормально заработать. Если вам удалось здесь заработать, то вы молодцы. Если не удалось, ну такое и бывает. Все теряют, инвестиции это такая штука. Ну и на этом у меня все. Надеюсь, видеоролик был полезным, интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok